Эфиопия. Благодарю, министр. Благодарю вас. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Итак, это страна, в которой происходит очень много, она активно развивается, цифровизация играет для нее важнейшую роль при поддержке наших законодателей. Ваши преимущества. 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 Качество. Ваши преимущества. Ваши преимущества. Ваши преимущества. Тех, кто имеет низкий достаток. И многие оставшиеся без интернета откатились еще дальше назад или остались позади. Дамы и господа, в настоящий момент в Африке не хватает инфраструктуры, в целом ряде ключевых отраслей, в том числе для развития универсального доступа к электрификации, механизации производства и автоматизации промышленности. Значительный процесс не может быть достигнут на континенте без решения этих проблем. Увеличение электронной торговли через интернет создало новые рабочие места и позволяло повысить доходы населения. В Гане, например, электронная торговля от компании к компании в сельскохозяйственном центре объединяет 10 тысяч фермеров, которые позволяют получить справедливую цену за их продукцию. В Гвинеи разрабатывается система цифрового здравоохранения для сельских районов. В Гвинеи и Кении также запустили удаленное образование для детей. В Африке 50 тысяч ученых. Это значительная цифра, которая работает над вопросами новаторских решений. Страны пытаются создать политику. В частности, в Нигерии был подписан закон 22 года в октябре этого года, который позволяет компаниям получить освобождение от налогов на 5 лет. И присоединились к нему и Сенегал, и Тунис. Электронные правительства также разрабатываются. Это позволяет демократизировать доступ к социальным услугам и способствовать социальной инклюзивности. В Руанде есть онлайн-платформа Ирамба, которая позволяет пользователям пользоваться правительственными услугами. Сегодня она уже обслуживала порядка 11 миллионов граждан Руанды по различным вопросам, такие как здравоохранение, образование, землепользование и транспортные услуги. В Тога также запущена программа цифрового содействия, она называется на ВИСИ. И к марту 2022 года 871 тысяча пользователей воспользовалась этой программой к марту 2022 года. В Эфиопии проведена колоссальная работа по развертыванию новаторских возможностей в робототехнике, машинном интеллекте и управлению большими данными. И Эфиопский институт искусственного интеллекта работает над решениями, которые могут быть применены в здравоохранении, образовании, сельском хозяйстве и процессе принятия решений по городскому планированию и землепользованию. Все эти примеры показывают, что цифровой аспект в Африке меняется, ландшафт меняется. И сейчас самое важное это удвоить наши усилия для того, чтобы преодолеть вот этот разрыв. И сегодня эти шаги позволят достичь цифровой трансформации, в частности заключения договоров о свободной торговле. Это позволит повысить эффективность и укрепить цепь поставок. Дамы и господа, тема IGF этого года и E5 тем отвечают работе экономической комиссии для Африки. В том числе, которые касаются различных возможностей, объединяющих различных людей, в том числе по защите прав человека. И которые позволяют также вовлекать африканских девушек, в частности более 25 девочек возрасте от 12 до 25 лет в Африке. Сегодня обучаются критически важным навыкам в работе в интернете. Необходимо избегать фрагментации интернета путем обеспечения стандартных инициатив и управлять данными, защищать конфиденциальность. Это важные аспекты, которые стоят перед Африканским Союзом. В феврале 2022 года они были приняты и обеспечили определенную платформу для управления этими данными. Обеспечение безопасности, подотчетности через партнерство с правительством ТОГА является Африканским центром содействия по борьбе с киберпреступностью и защитой кибербезопасности. И мы также выпустим отчет с рекомендациями по кибербезопасности на данном IGF. И экономическая комиссия для Африки работает над вопросами передовых технологий, в том числе искусственного интеллекта, для поддержки первого Африканского исследовательского центра искусственного интеллекта в ходу и гиды университета, который был открыт в марте 2022 года. Дамы и господа, вопросы относительно того, каким образом нам обеспечивать устойчивый и единый интернет стоят перед нами. Существует необходимость межведомственного, межотраслевого подхода для решения этих проблем и достижения ЦУР и повестки Африканского союза. Следующие ключевые приоритеты стоят перед нами. Создание устойчивой цифровой инфраструктуры. Во-вторых, приведение к общему знаменателю реклитивных норм для того, чтобы избежать их перекосов. В-третьих, контекст, который касается инноваций и возможностей для создания системы, которая обеспечивает подключение к интернету. В-четвертых, с внедрением цифровых технологий, с упором на инклюзивность представления и доступность. В-четвертых, задействование частного сектора для того, чтобы задействовать цифровую преобразованию. Я желаю вам успешной конференции. Благодарю вас, господин Антонио Петро. Это был исполняющий обязанности исполнительного секретаря экономической комиссии для Африки. Благодарю вас. Сейчас я хотел бы передать слово господину Ли Чинг-Куа, в СССР Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам, который предскажет несколько слов, и затем передаст слово Генеральному секретарю Антонио Петро, который выступит с видеосообщением. Благодарю вас. Я хотел бы передать слово Генеральному секретарю, который выступит с видеообращением. Уважаемые коллеги, мы часто слышим, что будущее, оно цифровое, оно должно быть арестировано на человека, оно должно быть основано на человеке, и строительство устойчивого интернета должно быть устойчивым для общего будущего. Это также является мотивацией в рамках глобального цифрового договора и открытия фронтных компаний, цифровое будущее для всех. Мы стараемся в рамках этого договора о том, что все правительства в 2024 году на будущее по различным вопросам. Нам необходимо решать проблему цифрового разрыва и измеч 3 миллиарда человек, которые в настоящий момент не пользуются интернетом, что из них находится на юге нашей планеты. Во-вторых, безопасность и социальные платформы начинается с свободы слова, свободы самовыражения и онлайн-автономии. Правительства, технические компании и социальные платформы, которые подрывают демократические и права человека. Цифровой договор необходим для того, чтобы обеспечивать ответственное использование данных правительства, ряд правительств используют данные для того, чтобы контролировать поведение своих граждан, когда там нарушается права человека, и нам необходимо работать над тем, чтобы у нас было безопасное и справедливое пространство. Я призываю форум и руководство рассмотреть все вопросы, объединить правительство, частный сектор, гражданское общество и предпринять конкретные шаги для достижения устойчивого и безопасного цифрового будущего. Благодарю вас. Благодарим вас. Я, the government of Ethiopia, for bringing this important meeting back to its origin. My deep gratitude also goes to my college in the Economic Commission for Africa for their outstanding support. Важного форума. Моя благодарность для коллеги экономической комиссии по Африке, для Африки, за невероятную поддержку, которая мне оказана. Форум получил свой мандат на второй фазе саммита, который был прошел в Тунисе в 2005 году. И вот форум также прошел 10 лет назад в Найроби в 2011 году. И тем не менее Африка остается наименее включенным регионом, где 60% населения все еще не пользуются интернетом. Это большинство из 2 миллиардов 700 миллионов человек, которые в настоящий момент не пользуются интернетом. Если говорить о Европе, там 89% населения пользуются интернетом. И получается, что африканские страны наименее подключены к интернету. И это ставит их в невыгодное положение. Они рискуют отстать еще больше. Ключевая роль интернета в строительстве устойчивого будущего нельзя недооценить. И я надеюсь, что форум поможет способствовать ускоренному движению Африки по направлению к цифровому будущему. Интернет отвечает целям устойчивого развития. Цифровые технологии и интернет являются двигателями роста и путем предоставления этих неотъемлемых услуг, в том числе электронные правительства и содействия электронной торговли. Пользуясь интернетом, создание цифровых рабочих мест, электронная торговля позволяют расти даже в условиях любого кризиса. Для открытого, свободного и безопасного цифрового общества для всех нам необходим устойчивый интернет. И эта тема является поистине злободневной для 17-го форума по управлению интернетом. И здесь, в Адис Абэбе, мы объединимся для того, чтобы найти силы и потенциал для создания устойчивого интернета для нашего общего будущего. Создание устойчивого интернета – это значит решать проблемы темной стороны цифровой реальности. Есть определенные трудности. Те, кто не подключены, остаются позади. И они попадают в некий порочный круг неравенства, который в том числе касается и межпоколенческого неравенства. В том числе и те, которые подсоединены, часто оказываются получателями дезинформации и фальшивых новостей. И это влияет на нашу жизнь, на то, как мы общаемся друг с другом. Кибератаки сегодня возникают чаще, чем прежде. Также атаки отказ в обслуживании, спам, хакерские атаки, фишинг, нарушение конфиденциальности, нарушение цифровых прав собственности и так далее. Совместно мы должны объединиться для достижения цифрового будущего и должны обеспечить, что технологии не будут использованы для злоупотреблений, а пойдут на пользу. Дамы и господа, вот именно на этом этапе управление, форум по управлению интернетом, это площадка, которая объединяет нас, которая позволяет нам работать вместе. Управлять интернетом непросто. Один человек не может это сделать. Одно учреждение не может найти идеальное решение. Поэтому мы участвуем в таких гибридных заседаниях. И неважно, находитесь ли вы удаленно, являетесь ли вы экспертом, представителем правительства, межгосударственной организации, представителем гражданского общества, научных кругов, технических служб. Я считаю, что это очень важно. У нас будет более 300 заседаний на этой неделе. И нам нужно будет рассмотреть вопросы защиты прав человека, избежать фрагментации интернета, защиты частной собственности, конфиденциальности и предоставления безопасного интернета, подотчетности. И давайте мы объединим наши усилия для того, чтобы достичь поставленных задач. Инклюзивный, мультистейкхолдерный подход на форуме по управлению интернетом является важным условием для создания равных условий для всех задействованных сторон. Для того, чтобы совместными усилиями вырабатывать политику, в том числе в случае реагирования на возникновение каких-то новых проблем и сложностей. Мы должны использовать эту площадку для того, чтобы достичь тех итогов, к которым мы стремимся на всех уровнях. Мы делимся общими стандартами, вырабатываем их совместными усилиями, рассказываем о них друг к другу. И поэтому я надеюсь, что наша работа будет продолжаться. Цифровые границы позволяют нам подходить по-новому к тем проблемам, которые возникают в нашей реальности. Для нас это важная площадка для того, чтобы постепенно двигаться, в том числе и к достижению ЦУР. В Организации Объединенных Наций мы привержены созданию устойчивого интернета для всех. Большое спасибо. Благодарю вас, господин Лиджин Хуа, заместитель генерального секретаря по социальным и экономическим вопросам. Большое спасибо. Дамы и господа, а сейчас я бы хотел передать слово его превосходительству доктору Абии Ахмеду Али, премьер-министру Республики Эфиопии. Прошу вас. Большое спасибо. Большое спасибо. Благодарю вас. Ваше превосходительство, господин Ли Джун Хуа, заместитель генерального секретаря ООН, уважаемые господа министры и руководители межправительственных организаций, уважаемые члены частного сектора, представители частного сектора, а также гражданского общества и научных кругов. Уважаемые дамы и господа, я приветствую всех. Приветствую всех в нашем прекрасном городе, столице нашей страны, в Адис-Абебе. В ближайшие дни мы будем активно обсуждать вопросы устойчивого интернета и наше общее будущее, цифровое будущее. Мы будем говорить о том, что наше будущее закладывается сегодня. Уже 11 лет прошло с тех пор, когда впервые прошел форум по управлению интернетом на африканском континенте. Для нас большая честь принимать в 2022 году этот форум IGF. И мы считаем, что это символично, с учетом истории и многообразия, культурного многообразия нашей страны. Для нас интернет очень важная тема. Мы считаем, что он воздействует на все сферы жизни людей. И сейчас мы оказались в такой ситуации, когда мир постоянно меняется, эти изменения происходят очень быстро. В этих изменениях играет большую роль и интернет. С другой стороны, эти изменения влияют и на сам интернет, и на его развитие. Поэтому вместе с нашими партнерами из всемирного сообщества мы готовы к тому, чтобы обсудить те важные темы, которые стоят перед нами. И рады тому, что у нас для этого есть IGF. Мы бы хотели выработать общий подход, общее видение развития интернета. Большинство африканских стран, если не все из них страдают от цифрового разрыва, и наша задача закрыть его, сделать так, чтобы отставание было нагнано. Для этого нам нужно вырабатывать политику в области интернета и применять ее на практике. За последние несколько лет мы столкнулись с огромными сложностями. Но и у нас было много возможностей. Например, благодаря интернету в северной части нашей страны мы смогли бороться с дезинформацией. С другой стороны, у нас была возможность провести несколько правительственных встреч с представителями бизнеса в контексте COVID-19. Мы обсуждали вопросы инноваций. Как развивающая страна мы признаем, что интернет – важная часть нашего будущего. Мы стремимся к инклюзивному миру, в котором у каждого есть возможность развиваться. Интернет создает возможности для достижения тех целей, которые мы ставим перед собой. Во времена, когда мы сталкиваемся со сложностями, такими как пандемия, и постепенно восстанавливаемся от таких событий, а также живем в условиях изменения климата, конфликтов и других проблем, наша экономика сталкивается с особыми сложностями. В странах Африки, к югу от Сахары, это особенно очевидно. Однако мы стремимся к тому, чтобы реализовать наш суверенитет, достичь индустриализации, развивать туризм, развивать нашу экономику. И другие отрасли экономики нашей страны также развиваются, несмотря на существующие сложности. Ваше превосходительство. ИКТ в Эфиопии. Всегда уделялось особое внимание, потому что от этого зависят не только цифровые преобразования в нашем государстве, но и его развитие в целом. Наша задача – повышать качество подключения и подключаемость, развивать инфраструктуру, расширять ее, с тем, чтобы частные инвесторы могли инвестировать и развивать нашу экономику. Покрытие интернетом в нашей стране показывает, что в 2017 году в нашей стране было порядка 19 миллионов пользователей. На сегодняшний день их порядка 13 миллионов. Все они имеют возможность пользоваться подключением 4G. Особенно это касается, естественно, больших городов. В различных учреждениях, образовательных учреждениях в нашей стране также был обеспечен доступ к интернету. Четыре года назад мы приняли новую стратегию в области цифрового развития для того, чтобы развивать инфраструктуру в нашей стране, создавать системы, платформы обработки данных и тем самым вносить свой вклад в создание и развитие экосистемы, цифровой экосистемы в нашей стране. Мы повышаем подотчетность, обеспечиваем безопасность и для этого принимаются различные меры на уровне правительства. В частности, для обеспечения кибербезопасности мы принимаем особые меры для того, чтобы привлекать дополнительное внимание общественности к этой важной проблеме. Используя искусственный интеллект и другие новейшие технологии, мы стараемся и стремимся развивать нашу страну, формируя ее будущее. Благодаря искусственному интеллекту мы проводим исследования в нашей стране. Множество различных институтов, в том числе тот, который занимается конкретно искусственным интеллектом, работают в Эфиопии на благо нашей страны. Мы проводим деятельность в самых разных отраслях. Например, в области образования, сельского хозяйства, спорта, защиты, социальной защиты, транспорта и многих других. Уважаемые дамы и господа, социальное развитие невозможно без интернета. Доступ к интернету и формирование соответствующих навыков создают дополнительные возможности для граждан нашей страны в плане образования, в первую очередь, а также в плане здравоохранения. Однако важно помнить о том, что качественный доступ к интернету, а также нейтральность самого интернета часто оказывается под угрозой. Наша задача сделать так, чтобы пользователи могли контролировать доступ к своим личным данным. И для этого мы также используем новые технологии. В политике также важно расширять представленность разных заинтересованных сторон, для того, чтобы укреплять демократические ценности нашей страны. Ключевые моменты – это использование информации в политических целях. Поэтому важно бороться с дезинформацией. К сожалению, это становится общепринятой практикой в условиях анонимности в интернете. В текущей ситуации мы получаем огромные массивы данных. Поэтому особую важность приобретают вопросы владения этими данными. Кому они принадлежат? Кто их контролирует? Наличие дисбалансов в этой сфере – серьезная проблема, над которой нам всем предстоит поработать. Это важно не только на национальном, но и на международном уровне, потому что все мы зависим друг от друга. Нам необходимы такие стратегии в области данных, которые позволят укрепить существующие системы, а также будут помогать и способствовать промышленному развитию нашей страны с использованием новых технологий. Также мы стремимся гармонизировать существующие стандарты для экосистем данных, защищая при этом права отдельных граждан. Существующие стандарты должны формироваться с тем, чтобы отражать текущую ситуацию, с тем, чтобы все заинтересованные стороны могли принимать участие в процессе внедрения инноваций и новых технологий. Именно поэтому очень важно обеспечить равные права и безопасность в киберпространстве. Мы будем обсуждать все эти вопросы в ходе IGF, ведь именно для этого изначально он и создавался. Я бы хотел призвать всех участников форума принимать активное участие в дискуссиях и не только обмениваться какими-то мыслями, соображениями, но и переходить к конкретным действиям. Наша задача сделать так, чтобы интернет был безопасным и устойчивым, и все имели к нему доступ. Я хочу пожелать всем вам, уважаемые участники форума, форума успешной работы и поздравляю вас с его открытием. Также желаю вам приятного пребывания в Эфиопии и призываю вас, приглашаю вас посетить наш новый научный музей в Адис-Абебе. Благодарю вас за внимание. Большое спасибо. Ваше превосходительство, доктор Аби Ахмед Али, премьер-министр Эфиопии. Ну а сейчас вместе с господином Ли Джунхуа и господином Педро я предлагаю вам сфотографироваться. Пожалуйста, займите места на сцене. Дамы и господа, ваше превосходительство. Господин премьер-министр является сторонником цифровых преобразований и считает, что эта тема действительно очень важна. Поэтому не случайно, что он присоединился к нам сегодня. Я еще раз благодарю вас за то, что нашли такую возможность и приветствую еще раз всех участников форума в Адис-Абебе. Попрошу вас, дамы и господа, занять места в зале. Благодарю вас.